Девушки отдыхают Проходил по этим местам русский писатель Иван Гончаров Который оставил свои наблюдения во фрегате Паллада Майя извивается игриво С каждым извивом и оборотом делалось приятнее Берега и отлогие, лесистые или утесистые Лодка мчится с неимоверной быстротой Ничего нет ужасного в этих диких пейзажах Но печального много Нигде нет признака жилья Ни встречи с кем-нибудь Здесь никто не живет Начиная от ледовитого моря до китайских границ Кроме кочевых тунгусов И, видимо, праправнух тех тунгусов Кочеве которых кое-где встречал Иван Гончаров Последний оленевод Нилькана Николай Карамзин Герой нашего очерка К великому сожалению, семья Карамзиных уже не могли содержать своих последних оленей в Нилькане И приняли решение перевезти их к нам в республику Это в устье речки? Мерикон речка В море Это в таро мерикон Стоянка, да, да, мунукон? Речка сама мерикон? Ну, называют речку А как обозначается? А я даже не знаю Это я их обучаю Завязываю уже теля Кабуча? Да, тогда уже все, оленеводы нету, да Вот сам один Своими днями, да Иногда один, а с детьми уезжает денег Один настоялся Скучно, вот сидишь И вот сочиняешь Завязываю уже таро мерикон 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 В 1945 году Николай Николаевич Муравьев-Амурский В то время губернатор Восточной Сибири Он решил в Нилькан приехать и посмотреть, как же ведется строительство Завязываю уже таро мерикон Когда строится здание, когда строится здание, кладутся в основание Завязываю уже таро мерикон И вот этот камень в виде Евангелия Мои дипломаты. Сейчас Ира тоже это привезет своего. Вот обмен у меня получился. Прозводители. Кров обменялись. Молодых взял. Запишет, да? Конечно. Ну, они чтоб не убежали, молодых берем. Если старого взял, вы видите, какие большие. Они запоминают всю дорогу. Они могут прибежать сюда. Обратно вернуться. А этих как раз им ровно год. Не ваши? В прошлом году в Терятах забудли. А ваши? Ну, видишь, уже бои начались. Тренируются. Хватит. Ваши такого же, да? Да, такого же. Российская-американская компания перестала существовать. И тракт взял в свои руки купец Александр Федорович Филиппиус. Это вот только родился. Родился. Маленький. Тоже на перевале. Вот в колтарне. Вон я сплю. Селлофановый? А так переносить. Селлофаны или грозенты? Да, разницы нет. Это вот тоже только родилось. Море показывать. Водилку. Терят, терят. Интересно. Нюхай. Нюхай, да. Нюхай или грозенты? Не, нюхай. Узнаешь? У тебя она. Это важенка. А челка была так, да? Это важенка. Скумуляна. Ордер. Александр Федорович мог организовать передвижение и какую-то работу для местного населения, так как часть семей ушли совсем скарбом в Преамуре. Местное население занималось перевозкой чаев. Перегружали в Аяне, но откуда он шел? С Китая, с Филиппин до Якутска и перевозили далее на Запад. Когда вот трасса Аян-Нелкан ездит, ездит, саферы ездят, да все вот так, кто желает, и даже в Аян съездит, тоже ездит. Все рассказывают, что бараны там ходят, ага, бигери, собывают, говорят, ага, интересуются я, а рогировать буду или как, ага. Конечно, буду рогировать, но я их никогда не стреляю, потому что они видят всех молоднях. С маленьких, говорю слово, а рогатей там нету. Таких молодняков не трогают все лето. Пусть растут, за семи стрелять. Вот, пожалуйста, хочешь барана, ищи, ходи и узнаешь, что такое это баранье мясо. Старая плица была одна. Князь. Да, это князь. Сын. Сын. Украли, утащили куда-то. Сын Тунгусаянского ведомства. Макадитского, вот, неправильно описали. Макадитский. Даже вот это есть. Чай плиточный стал для всех модной и приятной процедурой. Раньше в России пили в основном всякие свары, травы, а чай это уже считался роскошью. И он стоил дорого. Для местного населения, конечно, это большой приработок, и они тоже пристрастились к чаю. У меня лень. Ногами начал болеть, тоже собаки были. Все его, сафера, говорят, что не забиваешься. Как я его убил? Он мой лень, говорю, он почти с дипломом был. Он все вот, ход от кожи, здесь с телка поехал, ход куда. Он же все уже, на трех, на четырех едешь, впереди спускаешь его. Ну, как все. Все, говорят, как на машине ездишь. Такого как забивать? Ну, он уже умирать надо, уже вечером, подружу. Юрка Куричич. Коля, маннон падает, маннон, это баловной. Маленький вот, серенка, красивый еще учила. Ташкал, маннон называли, да? Баловной. Вот, что пришлось, что, что, обтирать. Священного. Анжалка была. Маннон. Маннон, ага. Вот, когда я все равно, все говорят, что они говорят, это, хоть имена знают, но смотрите вот. Маннон, вон, в уши толпы голову поднимает. Вот, вот, маннон, говорит. Метис, говорит, метис поднял, говорит. Кеша, говорит, кеша поднял, говорит. Губану. А как пытается? Анженсин не любил. Все приходят, машинка, с Коля, че, кеша заразанный? Кеша, он, это да, бодай. Вот, это, как это, запах, духи или что-то такое. У меня все страхи, почему кеша женщин не любит? Говорю, ты, почему ты меня страхи, бедем, подойди, кеша, кеша, кеша. Самбо не уходи. Лени стада много были, лени пастухов много было, стада держали отдельно. Издовы, в которых постоянно ездить, тоже отдельно, чтобы олени не забивать, охотились. Ну, преми знали, сколько добыть, с собой привозили домой. Был у меня один раз такой случай, с племянником, с обранами поехал. Ну, и сразу один день не получается, все равно, как два, три дня по горам полазаешь. И только мы рогатей увидели, бараны, так красивые, около шесть штук их было. Льей завязали, подкрались. И потихонечку стреляли. Двух уложили, остальные встали, немного отходят. Не бежали, даже голубом не бежали, отходят. Племянник меня, Сашки, спрашивали. Коля, дядя Коля, а что не стреляем, хватит, куда мы деньги, все же не увезем. А тогда он понял. И все, мы переночевали, все разделали, в холодное место положили. У тамарана просыпаемся, мясо холодное, вьюхи наложили, оленей завьюхили и поехали. Перевалили сонькана на волостивин. Это раньше назывался по-русски речка волостивин. А по-русски мы говорим, что учень. Там переночевали, у тамарана для достойбища. Не само достойбища, где ездову держим, туда приехали. Потому что нам было ездову, которую сейчас таскали, отпустить, а на лук поймать. Приезжаем туда, а мои оленеводы, молодые, сидят без мяса. Чего вы сидите без мяса-то? Чего вы по горам не ходите? Барана убили бы, приносили бы одного. Все, хватило бы вам. Все, я им даже сказал, где оставили эти бараны. И дальше мы поехали. В центральную устойбищу приезжаем, там делим. Все у нас в всей бригаде, всем поровну, чтобы всем никому обидно не было. А тут оленей все равно отпускать надо, через два дня. Приезжаю в стойбища, где-то делим, держим. Волк мой уже ходил за баранами, а? Говорит, троих убил, говорит. А куда мясо дел-то, говорит. Он, говорит, ножик забыл, говорит. Они, наверное, уже сейчас протухли, говорит. А зачем тогда? Если ножик, ты заметил, где, как, носок-то. А потом не возвратился. Азар был, говорит. Я увидел уже этих баранов. Пришлось стрелять, говорит. А чем обдирать-то? Молчит. Я ему говорю, что ты наделал-то? Вот тут же сейчас уже баранье место. Уже все, уже никто не придет. Ты уже испортил это место. Он никогда не придет. Он не поверил в меня. Года с годом приезжаем на это место. Нету баранов. Тогда уже поверил, что это натворил. Вот такие случаются частенько. А сейчас вот в наше время уже, что швели все стреляют. Вообще, скоро вообще, наверное, ни оленей дихих, ни баранов, ни сахатых не останется. Молодцы с мамой остаются. У семьи одна вот так же, вот как я сейчас живу. Отец ездит с дочкой. А дочкой 12 ездит где-то так. Ездит на лапу там. Лишними. За продуктами ездит. Туда приходят. А этот старик как не удивился. Как следи не посмотреть. Там и бис был рядом. Он залез на лапу. Уже спускался. Медведь в угол бежит. И он нарез. Еще не угроз. Уже хватает. Он не успевает даже стрельнуть. Стреляет. В это время он крестит. Ут-а-а. Анахаль, анахаль. Ах, полехаль, анарегов. Она-то тоже видит медведя. По дороге не иди, говорит. Вдоль дороги иди, говорит. И матери скажи, чтобы оленю завязали на таборе. И все. Она не убежала. Пока стояла. Пока отца вообще не убьет медведя. Тогда только она подбежала. Прибежала домой. На другой день прибежала. Она еще долго бежала. Они там с ним ехали. На чего? Мастера рассказывает. Мать детей собирает. Оленей пригоняет. Уезжает. Также завязала за оленя. На двух узечках. Все. Кушали. Это старика съел за день. На третий день пошел по следам. Доходит до сабора. Это оленей давит. Пока этого кушали, что-то уже приехали. Убили его. Медведи. Угу. Ну, страшно. Молодец девочка. Ну, дети раньше не боялись. Вот один тоже был этот. Вот он, не дашь, начало 60-ти, наверное. Захаров, Тарик был. Захаров, Тарик был. ПЕСНЯ 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 А то он говорит, Трифон тысячи сегодня сходят, а завтра я с Кольцом. Мы с Трифоном пошли. Дражури на свале, на линяк, утром пошли, потом у хребта медведя нести. Сели, сидели, сидели, я уже устал, до обеда его сидели. Потом Трифон, там курсик такой, идет медведь, худой такой, длинный, он, как этот тюрьмяк, спалит, быстро, вообще не отдыхает, вот так ходом залезает. Ну, на перевал побежали, на перевале сели, вот где он идет. Даже с Трифон даже не свистли, сразу стреляли. И вот, он так сел, вот, кишки вылые, о-о-о, кишки сомни, так. О-о-о, я смотрел, ну, не убежал. Смотрел, он еще раз стрелял, упал, все умер. Пришли, взяли, снял, бросил солнце, положил, и слониками накидали, говорит, потихоньку брундуков. Охотся, говорит, шепотом разговаривает, и все, так похоронили. На другой, здесь с Трифоном, помню, пошли, я, идем тоже, два хребта, вот на этом хребте сядьте, или сидим, вот он, Трифон, смотри, я на курсе, да-о-о, такой, бэк, у-у-у, лопасти. Вообще, живой, лопуха наверху идет. Говорит, да что вы сейчас дали бы, я спасся хотел дать. Солнце, пистолет, шара, шел, 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 поднимает, вот он пошел, от Трифон, сиди. Я уже только даром, тихо, схватился, я видел даже как мозги, с головы. С Трифто-Торого, раньше, с Трифто-Торого, вообще и покатился, до самой кучи. И все, после этого успокоился я, я уже помогал отбирать. Это на педагогика, чтоб не боялся. Медведи, вот так есть, да, они получают. Легкие, которые можно с собой таскать, 9 килограмм весит. Оленевые классные. Да, это Лени. Солнечная электростанция, тоже легенькая, для зарядки телефонов и все такого прочего. Материал для прошивки палаток, каждому хозяйству, там три рулона, в рулоне 60 метров. Это где-то примерно хватает, как раз на одну палатку, да? Да. Такая поддержка в этом году. В следующем году будем продолжать. Участвовать опять же в федеральной краевой программе, привлекать средства и продолжить поддержку. Один тоже был, этот, вот он, не знаю, начало 60-х, наверное, Захаров, старик был. У него сын Захаров Трифорд. Он все время такой, какой-то интересный был, что говорит это, где же можно, что именно. Он с Сахаркиного подошву делал, говорит, медвежи толстые же, говорит, бека-то. С него выше шел и подошву себе сделал. Еще лето настало, он ходил, ходил, тролеж нашел. Пока тролежь разглядывал, загибетит, как наряду, у него с карти снял. Сверху, губы все вот, полностью до затылка. Приманил. Он так обратно сделал, полточки завязал домой. Он, когда не убил его, так и оставил, за то, что он подошву делал-то. Интересно, он медвеж чувствует, когда ругаешь или что. И он пришел домой, а что ж, тогда раски-то не было, вот Таршин Борис, покойник-то. Старик, ты его не доставал, наверное, да? Он верхом до топи. Два дня скакал. Приехал, поздно, мы четвертый раски-то, вот этот пертурец принесел, забрали его. Он, да, он сколько, три дня лежал. Что не мог, что ли, сахасина, да? Ему надо, чтобы медвежек, именно медвежек. А вот огонь кормите же вы, печку кормите, огонь кормите? Да, да. Что говорите? У вас как называется это, есть ли ягутов, баянай? Когда корм, только приехал, да, вот сегодня тоже нам надо дать. Не такие охотники. Это, был у нас такой, тоже пастух. Тоже непослушный, медвежек, троповыйник, о, вот такие вот, по трассе уходят. А что, вот, по трассе? Дед, 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 спинь, на постельке, ножик снял, там, миску, нечего, повысить, да. Медвежек унюхал, пришел, и вот, грыз дерево. Пришел, посмотрел, да, дальше пошел, а там прижим, прямо на прижиме ждал, там, целых два часа держал, да, вот. Он нас целую неделю не разговаривал ни с кем. Вот, так упугался. Именно его, знал, да, загородил. Эвенки, которые ведут традиционный образ жизни, они на самом деле сохраняют то наше, уже почти забытое, уходящее. В будущем будет ценно вот эти знания, которые сохранились, знания выживания, знания охоты, всего вот того, чем может жить человек, помощь от района, от государства. Получится, если есть такой вот, ну, человек в администрации, понимающий жизнь, насколько трудна жизнь оленевода. Этот телефон я хочу подарить Екатерине Афанасьевне за ее вклад в такое дело традиционного хозяйствования, да, вот ее сыновья, ее дочь, да, ее дети, по сути, возрождают традиционный образ жизни в Аяномайском районе. И не только Аяномайском районе, это важно для нас, Савенка. Так что, спасибо вам, Садина Афанасьевна, за этот труд. Семен, тебе этот телефон, чтобы ты, ну, разного ума выделишь. Да, да, чтобы пользовался. Было организовано благодаря Андрею Николаевичу. Представить правление, да, общинный вонстарь. Прокочевали сюда, там, больше 100 километров. У нас в районе поголовья около 200 голов северного оленя. Наша задача сейчас поддержать и сохранить оленеводство, его приют, как вот отрасль нельзя рассматривать, да, как вот обычное, вот сельское хозяйство, вот сельское хозяйство. Ну, на самом деле, в таком поголовье, это здесь, скорее всего, это не отрасль, а это мы рассматриваем, как все-таки, это сохранение традиционных видов деятельности. Местного населения, наших оленков, которые проживают, потому что на сегодняшний момент с каждым годом все меньше тех людей, которые бы хотели заниматься и умели бы заниматься данным видом деятельности. Получается, два, то есть одно личное подсобное хозяйство, Саборский, вот Андрей Николаевич, потом у нас община Лантай, это Карамзин Андрей Николаевич, и община Магаскан, это Карамзин Николай Иннокен. В этом году мы привлекли миллион девятьсот шестьдесят семь тысяч субсидий с федерального бюджета, то есть, ну, на условиях финансирования наших, там сто тысяч с копейками, там пять процентов, и за счет данных средств приобрели оборудование для оленеводов, то есть, поездка сама, то есть, доставка оборудования, транспорт, краевого бюджета, это в нашей программе поддержки Карамзин Николаевича Народов Севера, за счет которой мы также осуществляем доставку детей из числа Карамзин Николаевича Народов Севера в отдаленные поселения Тодосаин, да, привозим их на учебу в Нелькан, поскольку на каникулы, на летние, на зимние. Наш район самый большой в Хабаровском крае, сто шестьдесят семь и две десятки тысяч квадратных километров. Мы расположены на практически на самом севере Хабаровского края, граничим мы с Амурской областью и с республикой Сахар-Якутия. Ну и северный у нас расположен еще район Охотский. Одной границей это побережье Охотского моря. Вдоль побережья у нас проходит хребет Джукжо, который разделяет наш район на две климатические зоны. Да, и у нас получается в районе есть умеренный морской климат, это побережье, и резкоконтинентальный, то, что находится за хребтом. То есть, ну, есть краевая программа, поддержка коренных малочисловых дорог Севера. Они выделяют субсидии муниципальным районам. Там ставка определена до семи тысяч рублей на голову. Субсидия, она называется возмещение затрат на содержание подголовья Северного оленя. Представляя все свои документы в край, после того, как конкурс прошел, нам тоже распределяют субсидии, плюс деньги местного бюджета. Выделяются деньги на закупку оленей? На закупку оленей нет, такого нет. Есть в краевых программах такие субсидии. Сокупается племенное поголовье в рамках отрасли сельского хозяйства. Могли бы мы, допустим, также в республике США, допустим, Якутия, найти племенного какой-то поголовья. Привезли Николая Иннокентьевича в рамках поддержки артель. Амуру нам помогла. Мы проехали 300 километров. Ехали тяжело, конечно. Перевалили мы с Жигзура. Верховье мороза в Сайновайской районах. Где-то на Яну. Первый раз, когда перевалили, мы вообще ночью блуждали и ехали. Тяжело было, конечно. Дети устали. Мы в 3-4 часа утра спать только в темноте. А с этой стороны сопки крутые. Ну, конечно, путь был у нас тяжелый. Голов 60-70. Пока ехали мы сюда, мы потеряли 7 голов. Умерли от болезни. Мы даже не знаем, что за болезнь. Вот. Потеряли важенку. Прям на глазах у нас умирали. Мы их бросали по дороге. Что сделать? Не вылечить ничего, ни лекарств, ничего нет. Ветеринар нет, но приезжают. А кто как лечит? Ну, вот сейчас мы еще многих оленей в юхи везешь. Они набиваются. Вот спину набиваешь им. Вот они начинают гнить. Лечим, конечно. Баня. Переписки, мази, мази. У вас большая? У нас пастбище, да. Маймакан речка. У нас избушки везде. День, зимовье везде. Ну, бывает, Охи, Невесной музеем, в палацах, конечно, чтобы по лене кормить, на свежем ягодице. А у вас сколько детей? Вот у меня четверо. Вот это у меня младший, старший у нас в Чумикане. Со школы я вот малого. Сейчас маленького отправляют в Жигду, сестра забирает. Аликова отправлять буду в Чумикан. Он там учится. В поселке Чумикане. Детьми я езжила в больницу. И вот оттуда я прилетела на верстолет. Связи, конечно, у нас нету такой вот, чтобы ни рации нету, ни спутника. Мы только ездим, чтобы на связь выйти к старателям. Там ничем не помогают. Ну, вот такое. Ни станции, ничего там не дают. У нас общины-то нету. Как сельское пособное хозяйство. Когда стада были большие, были же тысячеголовьими там, вот в своих частниках было много частников. Они все умерли. И вот только у нас остались, вот в Майномайском районе. Вот мы уже сколько лет их держим. Тяжело держать, конечно. Волков очень много. У нас бы, может, даже сейчас больше было бы. А сколько волков, они... Сколько у нас? 20 голов задавили осенью, зимой. До самой весны давили. А как их, они не попадаются на глаза. Вот, чтобы в район, в город там поедут. Нет. Лучше в поселке жить будут, нет? Нет. Я не знаю, я в поселок ездил. Я там месяц отдохну, у меня все равно в тайгу тянет. Ну, я вот с малых лет в тайге. У меня мать воспитала здесь. С малых лет в школу также ездили раньше. Ну, раньше-то при совхозе нас увозили и в поселок, и в поселок на каникул. А сейчас такого нет. Вот сами пытаются, как ребенка вывезти, как его отправили. Да, Алик у нас уже два года не ездил. Вот в этом году я сама ездила, его забрала в школу. Потому что вывезти не было оттуда, чтобы в Чимикане вывезли. Он в Чимикане был. Да, все лето. Там тоже оленеводный. Вот он там оленеводный. С детства все знает. Он в тайге мы жили, я в поселок раньше выезжал. Он оставался с отцом, с Андреем. Маленький, 6-7 лет. Там за оленями. Летом Андрей его оставляет, сам уходит. Он дымокуры топит, все делает. Но навыки есть, чтобы как-то ее выжить. Детей мы учим к этому, да. Чтобы не замерзли, чтобы голода не... Ничего бы не случилось. На помощь в тайге никто не придет, да. Только на ней самому на все. Гулает и не высыпается. И вот утром встаешь, опять все в юхи собираешь. И все, едешь дальше. Медведей видели. Собаки у нас на охотничьи угоняли. Их видели, прям днем они ходят там. С нашей стороны тоже там медведей много. Очень наглые. Прямо на табор приходят днем. Я вон одна с детьми. Вот с маленькими, с дочкой в прошлом году. Нас медведь прям атаковал троих. С оленями полностью, со стадом. Но ничего, мы отбили. Слава Богу, он нас не тронет. Ну, не говорите, с ванной сошла. Ну, дюх, конец освободил его. Первое, второе, как половина. Чай не попребу, чай. Я люблю сидят, как называется. Чай не попребу, чай. Чай не попребу, чай не попребу. Чай не попребу. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ